В эфире Дороги к Свободе. С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. В Кремле смена куратора на украинском направлении. Считается, что вместо уходящего в отставку Вячеслава Суркова, новый заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак будет отвечать за российско-украинские контакты. Действительно ли это какое-то изменение курса, как говорят соратники Суркова, или продолжение курса с новыми фигурами? Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей программе с журналистом, бывшим депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким. Он в студии, на связи по скайпу из Одессы, публицист и галерист Марат Гельман. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Марат. Добрый вечер. Добрый день. Перед тем, как мы начинаем диалог, сюжет о сути того, что происходит. В отношениях Украины и России, кажется, ожидается очередной этап охлаждения и конфронтации. Российские власти, называвшие ранее конструктивной позицию нового украинского президента, по многим актуальным вопросам двухсторонних отношений, обрушились на него с жесткой критикой после недавних заявлений Владимира Зеленского в Польше. 27 января президент Украины вместе с десятками глав государств и правительств участвовал в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Беркенау, или Освенцим. После переговоров с польским коллегой Анджием Дудой, Зеленский, в частности, заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны. В ответ на прозвучавшие в Польше слова главы соседнего государства, в Москве заявили, что Зеленский все больше погружается в идеи украинского национализма. Критикуя президента Украины, в Кремле не оставляют попыток навязать Киеву свои условия, на которых может быть решен конфликт в Донбассе. Теперь в этом будет помогать уроженец Кировоградской области Украины, бывший российский вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный 24 января заместителем главы администрации президента Российской Федерации. Козак стал куратором Украины, заменив на этом посту якобы покидающего государственную службу Владислава Суркова. Более шести лет Сурков работал помощником Путина. Его называли инициатором проекта «Новороссия» и ключевой фигурой Москвы для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Замена Суркова на Козака, полагают эксперты, может создать Кремлю новые возможности для маневра, а Украине новые проблемы. В Киеве сомневаются, что назначение Козака куратором украинского направления приведет к кардинальному изменению стратегии России по отношению к Украине, которую, очевидно, формирует лично Владимир Путин. Известно, что до перехода в администрацию российского президента Козак уже участвовал в переговорах с Киевом через помощника президента Зеленского Андрея Ермака. Результатом их взаимодействия стали в том числе договоренности по транзиту российского газа через Украину и обмену заключенными. Козака считают идеологом федерализации Республики Молдова. И в Кремле, очевидно, будут стремиться реализовать молдавский сценарий также в Украине. Поэтому в вопросе о достижении мира на востоке Украины, как полагают эксперты, следует ожидать все более настойчивых требований Кремля относительно закрепления в украинской конституции особого статуса, а фактически автономии для Донбасса. Ну вот, на самом деле, давайте начнем с этого вопроса, господа. Вот, Сергей, это изменение курса, как об этом говорят соратники Суркова, или от перемены мест чиновников мало что в Кремле меняется? Да, я не уверен, что это изменение курса как такового. Я более того, ну, знаете, как человек, который вынужден следить за телеграм-каналом того же Чеснокова, у меня сложилось впечатление, что Сурков не сильно-то и собрался уходить, знаете, что-то такие, как бы, очередные клановые игры, там, нескольких башен Кремля за, да, я даже не знаю за что, за финансовые потоки, за влияние. Что касается курса, все же Украина, как мне кажется, настолько важная для президента России Владимира Путина страна, на, как вы правильно называли, один из бриллиантов коронии, что курс не будет меняться. Курс, конечно же, состоит в постепенном движении к полному поглощению Украины как государства, ну, в какой-то форме. А тактика, да, или я бы сказал, знаете, оперативный план. Вот когда заседает штаб какой-то, есть офицер, который ответственен за один сценарий развития событий, есть офицеры, которые ответственны за другой сценарий развития событий. Эти офицеры просто прорабатывают варианты и планы для достижения определенной цели, которая не меняется. Поэтому, возможно, некий аналог плана Козыка для Украины, он тактически сейчас представляется в Кремле более, ну, какой-то успешной тактикой для достижения своих целей. Но цель, как таковая, не изменится. Марат, вот как вы считаете, все-таки, если вместо Суркова будет главным партнером Козык, действительно ли может это измениться в подходах? Ну, изменится принципиально, потому что, ну, инструментарий. Цели, наверное, цели одни останутся, но представить себе Козыка, который там тусуется с этими вашими ДНР-овцами или нашими ДНР-овцами, ну, вот со всей этой братьей я не могу. Я Козыка знаю очень хорошо, и я могу сказать, что он к ним относится, ну, с таким, со здоровым таким, как бы, снобизмом и будет сохранять максимальную дистанцию. Поэтому важно, и это очень важно, знаете, в медиа есть месседж. То есть то, что реализуя ту же самую политику, но Кремль будет не использовать вот этих гибридных и прочих персонажей, это уже хорошая новость. При том, что, да, наверное, все основные цели, не отпустить Украину, сделать так, чтобы здесь все было плохо, наверное, эти цели остаются. Но инструментарий для Козыка — это стол переговоров, это давление через экономику, это, значит, какие-то хитрости дипломатического свойства и так далее, и так далее. То есть Сурков держит вот этих всех персонажей, они, как бы, его персонажи. Уходит, если Сурков, то и эти персонажи тоже, в общем-то, для Кремля перестают быть свои. Вот Марат говорит об этом как о кукольном театре, Сергей, но тут вопрос в том, как это будет для украинской стороны, вот для команды Зеленского восприниматься. Если действительно, вот нет некого Пушилина, как участника процесса, я не буду знать, там, пасечника всех этих лидеров, так называемых народных республик, которые сотрудничают с Сурковым. А есть такой, я бы сказал, вальяжный Коза, который говорит с ними почти как с равными, как представители одного государства с представителями украинского государства, да, и вот тогда, может быть, действительно многое меняется в восприятии власти украинской. Ну, знаете, не хотел бы я здесь комментировать сильно украинскую власть, поскольку скоро уже год, как мы живем с новым президентом, с Владимиром Александровичем Зеленским, и понять до конца, что происходит у него во взглядах по отношению к России, достаточно сложно. Да, он крайне противоречивый человек внутри себя, он крайне противоречиво выстраивает любой вектор политики. И мне кажется, ну, мне при этом кажется, если мы говорим об Украине, что, конечно же, Зеленский так или иначе, будучи президентом Украины, да, вот, будучи президентом Украины независимого государства, он попадает в ту же кремлевскую ловушку, да, или слепое пятно, я бы так это сказал, в которой попадали и все прочие президенты Украины. То есть, когда любой президент Украины, включая Януковича, к слову сказать, который совсем не хотел сразу и со старта ложиться под Кремль. Когда каждый президент Украины пытается быть конструктивным по отношению к Кремлю, встречается с представителями Кремля как президент независимого государства и пытается договариваться о неких правилах сосуществования, а в Кремле ему демонстрируют только единственный возможный сценарий его бытия, да, это сценарий, при котором он подойдет, преклонит колено, там, поцелует ногу верховному правителю, коллективному, по крайней мере. И наша история показывает, что Кремль не готов сотрудничать ни с одним президентом Украины, который не готов просто сдаться вот в это союзное государство в качестве третьего субъекта. Поэтому я не думаю, что здесь козок или не козок, это вообще непонимание ключевое между любым президентом Украины, будучи даже, пусть будет даже Бойко. Медведчук вряд ли, да, это, наверное, идеальный план для Владимира Владимировича Путина, если бы Медведчук здесь был президентом, но вот даже какой-то Бойко он все равно будет расценивать, как Янукович, собственно говоря. Это как собственное, если не государство, то ханство, которое выстраивает с соседним ханством какие-либо отношения коррупционного характера, но это, условно говоря, наша корова, мы ее дуем. А корову надо зарезать и шкуру ее принести, положить к ногам, как к спасской башне Кремля. И тогда, может быть, вас примут. Марат, а вы вот не думаете, что Кремль может проявить гибкость, ну хотя бы потому, что сейчас период транзита, нужно думать о том, как все это будет развиваться. Может быть, сейчас, хотя новый украинский президент явно стремится к какому-то взаимопониманию с Москвой. Почему это не использовать, если так разобраться? Ну, я не согласен, значит, со своим коллегой. Значит, дело в том, что в России ситуация очень простая. Скоро будет, вот когда будет 10 лет санкций, да, то есть это 24-й год, вот, тогда они по-настоящему начнут, ну, душить экономию. И в Кремле это понимают, потому что, вот я живу в Черногории, вот, на Югославию санкции сразу начали работать, только через 10 лет, но зато очень сильно. Вот, они это понимают. Второе, значит, они понимают прекрасно, что что бы они ни там, они преодолеют с северным потоком. То есть им нужна, им нужен консенсус, в котором в том числе и Украина участвует в газовой ситуации в Европе. Потому что это источник их денег, как бы, ну, единственный, наверное. Может быть, сейчас основной, скоро будет единственный. Козык просто, если смотреть, он в голове всегда будет держать это в первую очередь. Вот, вот, это не, еще раз говорю, это не значит, что сейчас все, как бы, начнет получаться. Но я считаю так, первое, если вместе с Цурковым уйдет, ну, танет меньше крови, это уже, уже огромный жирный плюс и так далее, и так далее. Второе, значит, Козык представитель той части элиты, которая вокруг Путина, у которых дети живут за границей, которые из-за... То есть, в принципе, в России, как бы, три модели. Первая модель, мы особое, отдельное государство, мы сами по себе. Второе, мы Евразия, часть Азии, и в этом смысле мы империя. И третье, мы часть Европы. Значит, Козык, хотя он служит верой и правдой Путину, так же, как и Кириенко, они, как бы, принадлежат, они все-таки думают про себя, что Россия часть Европы. Вот, поэтому, если мы... Понятно, что все будут исполнять волю Путина. Но если мы говорим, что что-то зависит от самих переговорщиков, от самих исполнителей, то я считаю, что это хорошая новость, если это новость, кстати, что Сурков уходит. Потому что он уже один раз уходил. В 2011 году он уходил из Кремля, а через некоторое время оказался в правительственных кабинетах. И снова... А потом еще через некоторое время получил как раз вот это назначение. То есть, я очень надеюсь, что Козык в какой-то момент не попросит вот этих инструментов, потому что эти инструменты без Суркова он не может получить, и, значит, не попросит, чтобы Сурков вернул. Да, я тоже, в свою очередь, не совсем соглашусь с Маратом Александровичем. Дело в том, что, мне кажется, некоторым преувеличением нам говорить о том, что Сурков полностью контролирует, если можно назвать это, инструментами таких господ, вот, прости господи, как Пушилин, вот, да, вот все эти сегменты группировок, прокси-группировок на территории украинского Донбасса. Ну вот, там есть свое участие ФСБ, там есть свои какие-то группы подконтрольные ГРУ, и там, в принципе, замешано очень много бизнес-интересов, связанных с Сурковым, не связанных с Сурковым. Но главное, вот этот инструмент, он все равно ведь остается инструментом, да, инструментом, который лежит на зеленом сукне перед Владимиром Путиным, вот, и который можно в любой момент задействовать. Мы не забываем, что, ну, корнями-то элита российская нынешняя, она все-таки из 90-х, и я думаю, что в своей практике проживания этих 90-х она прекрасно выучила нормальную, общепринятую бандитскую тактику, тактику ОПГ, когда любой инструмент может использоваться для усиления какого-то другого инструмента либо своих позиций. Условно говоря, в Кремле, как мне кажется, за эти 6 лет прекрасно поняли, что жертвы среди украинских военнослужащих, добровольцев, обстрелы, это прекрасный инструмент для модерации внутриполитических украинских процессов. Да, в том числе и для того, чтобы склонить руководство Украины к каким-то решениям, которые могут приниматься уже за столом переговоров у того же Козака. Если этот инструментарий эффективен, если кровь, которая проливается на Донбассе, она понижает политические перспективы, рейтинги, легитимность любой украинской власти, кто бы это ни был, это был Порошенко сейчас, Зеленский, если вот этот мыслевирус российский, который активно внедряется через подконтрольные Кремлю, де-факто СМИ в Украине, он действует, что на войне наживается украинское руководство, он продолжает действовать, что мы что-то недостаточно делаем для того, чтобы прекратить войну со своей стороны, хотя есть, безусловно, агрессор в виде Российской Федерации, который ответственен за эту войну. Вот, то почему этот инструмент убирать со стола? Ну, Сурков или не Сурков, Пушилин или не Пушилин, но там могут быть обстрелы, там могут быть жертвы, и интенсификация этих жертв и обстрелов просто будут дополнительным рычагом давления на Зеленского уже, да, конечно, за респектабельным столом переговоров с таким вот дипломатом, как господин Козак или Казак, я не уверен, как правильно. Это программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее ведет Виталий Портников. Сегодня мы с журналистом Сергеем Высоцким, публицистом Маратом Гельманом обсуждаем последствия возможной смены украинского куратора. И мой вопрос Марату Гельману. Вот Дмитрий Козак – это, пожалуй, самый такой эффективный российский политик с точки зрения успеха на постсоветском направлении, как мне кажется. Вот он договорился с американцами и европейцами о переформатировании власти в Молдове. В результате в Молдове сейчас у власти пророссийские силы, которые даже не имеют большинства в тамошнем парламенте. Но, тем не менее, это получилось. И вот этот инструмент, он может быть применен к Украине? Ну, многое зависит от того, о чем договорились в Париже, мне кажется. То есть так как Козак все-таки, назначение Козака – это результат договоренности в Париже, у него будет задача быть формально как бы инструментом, который реализует эти договоренности, но, с другой стороны, все время следить за тем, чтобы интересы Путина, интересы Кремля, чтобы они при этом не страдали. Значит, представить себе ситуацию, что Европа и Америка согласиться с тем, чтобы в Украине была та же ситуация, что и в Молдовии, мне кажется, ну, мне сложно, если честно. Просто все-таки есть принципиальная разница. И надо сказать, что вот если бы Кремль в ситуации с Крымом, например, пошел бы по Приднестровскому сценарию, то, возможно, он бы себе не закрыл как бы вот эту дорогу к тому, чтобы, значит, таким тактическим, как макеавелевским способом взять Украину. А здесь, мне кажется, вот Путин пожадничал с Крымом и вот такую возможность для себя, по-моему, закрыл. Вот это, кстати, интересно. Я бы принял бы этот довод Марата Гельмана о том, что Крым вот мешает так вот. Но как будет теперь ведь тот же Дмитрий Казак, он же понимает, что Крым существует. Кстати говоря, Крым это же во многом детище подходов господина Суркова. Он был одним из главных кураторов этой крымской спецоперации. Ну вот, вот у него такое наследство, которое к тому же очень нравится господину Путину. Ну потом, насколько я знаю, именно Козак Казак. Ну пусть будет Козак, да, давай. Будем дифференцировать украинцев и россиян в эфире. Стал куратором Крыма. Был куратором в правительстве России, да. Да, конечно, поэтому там смена уже произошла. Ну да, конечно же, Крым это препятствие, которое мешает подобной сделке. Ну вот, хотя на эту сделку, как мне кажется, вполне готовы были бы пойти некоторые европейские элиты, вот, и, возможно, даже некоторые американские элиты, для которых, как мы видим, ну, как мне кажется, благодаря блестящей спецоперации Москвы, вот, украина стала как костью в горле. Дело с импичментом, вы понимаете, о чем я. Но речь же идет не, как мне кажется, не просто о отмене части санкций или, там, и дальнейшему переговору по крымскому санкционному пакету, который, конечно же, не может в ни в коем разе быть отменен даже в случае какого-то урегулирования войны на украинском Донбассе. Мне кажется, что, это мое внутреннее убеждение, что Кремль в отношении нашей страны все-таки ставит в большей мере не на какие-либо политические договоренности, будь то с нашим правительством, будь то с европейскими элитами, а на хаотизацию процесса и фактически на дезинтеграцию Украины в вот тех остаточных территориальных границах, в которых мы сейчас находимся. Мне кажется, что задача максимум для Путина это добиться путем ловушек, этих игр между Козаком и Сурковым, когда наших переговорщиков пускают по широкому кругу, рассказывают, что там есть плохой, хороший полицейский. Да, это добиться неких таких политических уступок со стороны нашей власти, которые украинское общество просто не примет. Спровоцировать здесь хаос, здесь какое-то гражданское противостояние. И потом показать международным элитам, американцам и европейцам, что я же вам говорил, кстати, он это говорил, по-моему, в 2014 году, что украинцы не способны строить собственную государственность, что это народ, который может быть просто в сателлите, быть сателлитом великорусского народа. И вот что-то в таком роде. Ну вот, очень важно понять, можно, кстати говоря, что хочет предлагать Козак Зеленскому и команде. Формат, который позволит украинской власти сохранить лицо, или формат, который дестабилизирует Украину? Это ведь, собственно, та логика, которая господин Высоцкий придерживается. Ну, я, конечно, я стараюсь быть оптимистом вот здесь, среди нас троих. Могу сказать, что мне очень тяжело это дает. Потому что я, конечно, вот произношу эти слова и сам тут же с собой спорю. Мне бы очень хотелось, потому что дело в том, что подобная политика Кремля, она же губительна для России, не только для Украины. Вот здесь очень важно, чтобы мы понимали, что мы здесь вместе находимся, ну, как жертвы, да, этой политики. И более того, ну, Украина все-таки вот в этом, все-таки поддерживаемая общественностью в Европе, а для России такого нет, да, то есть уже в Европе давно решили, что русское общество полностью согласно с политикой Путина, и, значит, как бы нас как бы не учитывают. Нам говорят, что, ну, в лучшем случае уезжайте из страны. Вот, поэтому я бы очень хотел, но я просто знаю, вот смотрите, очень, то есть все-таки вот именно на уровне техник. Я сколько сурков с ними возился, встречал, это же оперативные вещи все. Мне кажется, что Козак вообще другого типа человек. он вообще не работает, то есть он не выращивает инструменты, он их не финансирует. Например, он не будет там заниматься тем, чтобы там где-то кто-то продвигали, пробивали это финансирование. То есть он будет работать как такой, знаете, как специалист по коммерческой изделии. Вот, и он будет исходить из того, что как бы существует. И я как бы на это очень надеюсь, когда я говорю, что медиа есть месседж, я как раз имею в виду, что, возможно, задачи перед Козаком поставили точно такие же, которые сояли перед сурковым. Но просто за счет другой техники, может быть, мы придем к другим результатам. Что касается украинского общества, примет оно или не примет. Конечно, там есть какие-то глубинные противоречия. Потому что, с одной стороны, принять территории, не приняв людей, не получается. Значит, принять людей, а люди уже, ну, понятно, там уже все как бы токсично. Вот, поэтому существуют проблемы, ну, как мне кажется, они просто присущи вот этой ситуации. И эти проблемы не зависят от Сурков, Козак, Зеленский или Порошенко. Вот. Но в целом, если мы сравниваем, я бы все что считаю, что это хорошая новость Козак. Ну, вот, фактически мы вот пришли к такому вот... Да, коротко, кажется, господин. Я понимаю, возможно, логику российского взгляда на эту ситуацию. Но если конечная цель это порабощение Украины, то почему для нас, Козак, должен быть хорошей новостью? Понимаете? Если итогом этой коммерческой, как вы говорите, сделки является все равно наброшенная на шею ярмо, вот, то зачем нам на это соглашаться? Насколько я понимаю, господин Гельман считает, что не ярмо, а просто вот российские проблемы не позволят набросить это ярмо. Нет, только, скорее, то есть, если мы представим, и еще вот тезис прозвучал со стороны коллегии о, там, людях, знаете, если оттуда уберутся все ФСБшники, ГРУшники, финансируемые боевики, армейские корпуса, зеленые человечки, не знаю, буки, грады и прочее, вот в один момент раз, хоп, и исчезли, да, их на этой территории нет. Вот мы между украинцами, вот украинцы с украинцами, как-то уже договорятся. Но никогда, я лично, как украинец, да, я думаю, что миллионы людей разделят такое мнение, ну, не будем, не будем соглашаться на то, чтобы контролируемые Москвой территории, как Приднестровье, где до сих пор стоит российская армия, были наброшены нам на шею, как рабский ошейник. Зачем? Сегодня мы беседовали с журналистом Сергеем Высоцким и публицистом Маратом Гельманом. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами был Виталий Портников, я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова